Чара это первый человек, который упал в подземелье к монстрам. Точно неизвестно, кто есть Чара, но этого персонажа обычно изображают как девочку со злой ухмылкой, в зеленом полосатом свитере, с румянцем на щеках и с ножом в руке. На гору она забралась явно не от хорошей жизни. Чара ненавидела человечество и хотела его уничтожить. Упав в подземелье, она сильно поранилась и позвала на помощь. И на ее зов откликнулся Азриэль, сын Асгора и Ториэль. Он подружился с Чарой, и семья Дримуров приняла ее как свое родное дитя. Однако Чара вела себя странно и порой даже жестоко. Однажды она отравила Асгора, подсунув лютики в рисковый пирог. Стало понятно, что Чаре нравится делать зло другим. Однако Азриэль все равно дружил с Чарой и доверял ей. В один из дней Чара очень сильно заболела. Она сказала, что перед смертью хочет в последний раз увидеть золотые цветы, которые растут в ее деревне. Однако без силы души пройти через барьер нельзя. Вскоре Чара умерла, а убитый горем Азриэль нашел выход из ситуации. Он поглотил ее душу и приобрел силы, с помощью которых он смог пройти сквозь барьер. Когда Азриэль пришел в деревню Чары, местные жители подумали, что это он убил ее. И сразу же напали. Оказалось, что не только Азриэль мог управлять своим телом, но еще и Чара. И когда люди стали нападать, Чара решила обрушить на них всю мощь Азриэля. Но тот воспротивился и не дал ей усугубить и без того разгоревшуюся войну между людьми и монстрами. Смертельно раненый Азриэль отнес тело Чары обратно в замок и умер, рассыпавшись в пыль в цветочном саду. Через какое-то время в подземелье падает Фриск и есть подозрение, что этот человек падает на могилу Чары, поэтому она и начинает в него вселяться. Похоже, что Ториэль захотела похоронить Чару достойно и сделала это прямо в том месте, куда падает Фриск. И Ториэль, и Азриэль говорили, что кто-то должен ухаживать за цветами в этом месте. Но не просто же так они привязаны к этим цветам. А дальше начинается приключение Фриск. Как известно, имя игрока это и есть имя Чары. Стало быть, мы играем за нее и можем влиять на Фриск. Чем больше Фриск убивает, тем сильнее Чара становится и в конечном итоге может воскреснуть, чтобы уничтожить весь мир. Но если мы решаем, что Фриск никого убивать не будет, значит ли это, что сущность Чары больше не злая? А может быть, Чара просто не смогла бороться с добрыми намерениями Фриск и проиграла на пути пацифиста? Пусть это будет окутано тайной. Кстати, когда Чара начинает овладевать разумом Фриск, монстры перестают видеть в этом персонажа человека. Папайрус вообще не замечает Фриск при первой встрече. Санс говорит, что с эмоциями Фриск что-то не так, их просто нет. Фриск больше не хочет даже пытаться решать головоломки. А Асгор спрашивает Фриск, какой ты монстр. Фриск нападает даже на беззащитного монстр Кида. В доме Асгора Чара начинает говорить уже своим голосом, это отображается в виде красного шрифта. Ее речь безэмоциональна и цинична. На кухне она интересуется, где ножи. А если посмотреть в зеркало, то Фриск скажет, это я, Чара. Более того, если Чара восстает из мертвых, она сможет убить Фриск и уничтожить весь мир. С каких это пор ты здесь что-то контролируешь?